Добро пожаловать в программу От развертывания полевого госпиталя до введения строгих санитарных правил. Ангола вовсю борется с пандемией. Местные бизнесмены делают все, чтобы спасти экономику. Стартап «Жеральдин Жеральду», занимающийся поставками фруктов и овощей рыночным торговцам, переживает бум на фоне быстрой цифровой трансформации. В настоящее время происходит то, что сегмент рынка, который не обязательно зависел от технологии, теперь приходит к нам и хочет стать частью цифрового рынка. Это фантастика. Мы наблюдали значительный рост числа поставщиков, совершающих покупки в интернете в поисках своей продукции. Сельскохозяйственный сектор Анголы имеет решающее значение для диверсификации местной экономики. Его объем в этом году превысил 3 миллиарда евро и к 2050 году может вырасти до колоссальных 28,6 миллиарда. Директор сельскохозяйственной фирмы Жоа Маседу привносит уверенность в трудные времена. Создание им новой крупной фермы за несколько месяцев привело к увеличению национального производства и занятости. К счастью, мы успешны и очень этому рады. За два года мы надеемся нанять более полутора тысяч работников. Семейная ферма Дульси Оливейры столкнулась с проблемами. Но она изменила свою стратегию, чтобы победить пандемию. Сокращение импорта цветов из-за рубежа помогло компании привлечь местных клиентов. Сохранение туризма во время ковида также имеет решающее значение. Развивающийся сектор был оценен в прошлом году в 725 миллионов евро. Ожидается, что к 2050 году он вырастет до 2,9 миллиарда. Благодаря строгим мерам безопасности отели Анголы продолжают принимать гостей, но их сотрудникам пришлось пойти на личные жертвы. В марте мы ввели эти меры безопасности и в течение 48 часов должны были принять решение о том, какая команда останется с нами в отеле на самоизоляцию. Я была одной из тех, кто согласился остаться, и это был очень сложный период. Тем не менее, все было хорошо организовано, что привело к успеху бизнеса во время ковид. Многие другие компании также адаптировались. Как, например, производители лодок «Рука». Компания выходит на растущий рынок внутреннего туризма и закупает материалы в Анголе. Все это помогает стране оставаться жизнеспособной перед лицом пандемии. Сохранять этот динамизм и сплоченно противостоять пандемии. Как и было обещано с нами, Вера Довеш де Суза. Спасибо, что присоединились к нам. Итак, ответ Анголы на ковид в двух словах. Нам удалось быстро решить проблемы в секторе здравоохранения. Мы увеличили количество коек в больницах, масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарств. И с последнего – вакцинация людей. И мы также нашли возможность быть более гибкими с компаниями, которым не хватает ликвидности. И где вы сегодня? Мы укрепляем доверие ангольцев и всего мира к нам, к нашей политике, к нашим способам управления страной, институтам, нашим способам ведения бизнеса. И мы приглашаем частный сектор инвесторов приехать к нам и построить вместе с нами новую Анголу. Строить новую Анголу. Огромное спасибо за участие в программе. Другие голоса Анголы, другие репортажи вы найдете в специальной рубрике на нашем сайте. Спасибо, что были с нами и до скорой встречи.